МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 600 километров дорог отремонтируют в этом году в Североказахстанской области. Об этом Кумар Аксакалов рассказал журналистам на площадке службы центральных коммуникаций, о чем еще говорил глава региона в столице. За полгода около пяти тысяч маленьких пациентов обратились в травмпункт многопрофильной детской областной больницы. О тяжелейших случаях в отделении рассказали врачи. Полицейские начали охоту на нелегальных таксистов. Чем опасны незарегистрированные водители без определенного перечня документов? На заседании правительства премьер-министр Алихан Смейлов акцентировал внимание на вопросах безопасности и защиты данных. За год почти в два раза увеличено количество оказываемых государственных услуг. Глава Кабмина подчеркнул, что необходимо постоянно повышать уровень их сервиса и ориентировать работу именно на получателей. В стране, как отметил председатель правительства, активно развиваются электронные банковские услуги. В банковских приложениях для удобства граждан внедряются сервисы госуслуг. Используются современные способы защиты – биометрия. В целом, как подчеркнул глава правительства, необходимо активизировать работу по развитию отечественной IT-отрасли, разработке казахстанских электронных продуктов и расширять сферу их применения. Алихан Смейлов поручил усилить защиту банковских данных. За пять лет бюджет Североказахстанской области увеличился в 2,2 раза и достиг 429 миллиардов сенге. Больше половины из этих средств были направлены на развитие социальной сферы. За пять месяцев 2022 экономический рост области составил 3,3%. В регионе появились свыше 5000 новых постоянных рабочих мест. К концу года этот показатель увеличится вдвое. Перемены ожидаются из сферы сельского хозяйства. Развивается перерабатывающая промышленность, рассказал Кумар Аксакалов. Активно строится завод, который позволит перерабатывать 90% выращенных масличных культур. За пять лет показатели в переработке молока в области выросли на 55%. Благодаря новым фермам производства молока в организованных хозяйствах, за пять лет увеличилось на 30% и достигло 227 тысяч тонн. В регионе запустили новый молочный завод «Евразиан Милк». Предприятие ориентировано на производство 2,5 тысяч тонн сыра в год. Строятся три бройлерных птицефабрики. Отдельно в своем докладе Кумар Аксакалов остановился на промышленности. В конце мая заработал новый кирпичный завод, инвестировано 1,8 млрд тенге. В июле запускаем завод автоклавных газоблоков и завод железобетонных изделий. Вся эта продукция будет использоваться при строительстве жилья. Фабрика бумажной продукции, запуск намечен на сентябрь этого года. Ведем наполнение специальной экономической зоны «Хозлажар». Будут реализованы проекты по производству легких стальных тонкостенных конструкций и завода по производству ДСП. В области активно возводят новые жилые дома. Сейчас в регионе строительство ведется на 50 площадках. До конца года в эксплуатацию ведут 20 многоэтажек. В 2022-м на вас селе отметят 120 многодетных семей. Также Кумар Аксакалов рассказал, что в регионе в этом году отремонтируют 663 км дорог. Эти цели с бюджета выделили 22 млрд тенге. Еще 12 млрд пойдут на улучшение водоснабжения в селах. В сфере медицины за последние 5 лет на обновление медтехники направили 14 млрд тенге. На эти средства приобрели 2000 единиц различного оборудования. После доклада Кумар Аксакалов ответил на вопросы журналистов. Один из первых касался переселенцев. Все ли они, переезжая на север страны из трудоизбыточных регионов, получают должную финансовую поддержку? Согласно действующих правил, каждому члену семьи 70 минимальных расчетных показателей. Это порядка 214 тысяч тенге на каждого члена на переезд. Плюс 15 мрд на аренду либо покупку жилья. То есть вот такие условия, согласно новых правил. Новые правила утверждены буквально в июне месяце. Мы сами долго ждали их. Фактов того, чтобы люди не получили, давайте мы еще раз проверим. Но таких не должно быть. Как и лишних разговоров вокруг переименования Петропавловска. По этому поводу глава региона неоднократно высказывался. Но сегодня на повестке данный вопрос не стоит, подчеркнул глава региона, отвечая журналистам. Многие представители средств массовой информации интересовались ходом ремонтных работ на Петропавловской ТЭС-2. Акционеры выделили средства. Порядка 18 с лишним миллиардов тенге. Бюджет ни копейки, ни одного тенге не выделял и не будет выделять. Потому что это частный объект на восстановление. Ремонтные работы идут полным ходом. Запланирован ремонт. Сейчас идет шести котлов. Шести котлов капитальный ремонт. Мы должны до первого сентября эту работу завершить. Потом к первому ноября мы должны завершить будем ремонт еще дополнительных котлов. Это будет девять. Обрушившуюся первую дымовую трубу разбирают. Работу специалистов осложняет непогода, объяснил глава региона. По его словам, к зиме ТЭС-2 будет работать и обеспечит горожан теплом. В адрес главы региона прозвучал вопрос, связанный со строительством новой современной клиники. Кумар Аксакалов объяснил, что Минздрав вместе с турецкими инвесторами сейчас составляет новый договор, чтобы определить механизм государственно-частного партнерства. Его уже сейчас на уровне Министерства образования выбирают для того, чтобы запустить процесс сотрудничества Козыбаф-юниверсити и Университета Аризона. Предварительно, что 500 детей будут набираться. И все это гранты за счет государства. Три года будут обучаться у нас в университете. Мы хотели, чтобы последний год полностью обучались в Америке. Но пока договорились, что полгода, первый семестр будут обучаться. После четырех лет получают два диплома. До начала нового учебного года все вопросы, связанные с сотрудничеством местного и заграничного вузов, будут решены, заверил Кумар Аксакалов. Дарья Пашменцева, Казбек Арыкбаев, МТРК. Коронавирусная инфекция снова дает о себе знать. Министерство здравоохранения Республики Казахстан зафиксировало резкий прирост заражений коварным вирусом. За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 110 человек. Больше всего инфицированных в Алматы 56 и в столице 29. По данным, на 28 июня в нашей области коронавирус обнаружили у двоих человек. Минздраве отмечает, что заражаются сейчас невакцинированные те, кто сделал укол здоровья больше года назад. Осенью медики ожидают новую волну коронавируса. Травмы черепа, позвоночника, переломы верхних и нижних конечностей. Это далеко не все причины, из-за которых попадают в отделение травмпункта многопрофильной детской областной больницы. 9-месячный Илья на больничной койке оказался месяц назад. Мальчик 31 мая, его мама Валентина Рудковская никогда не забудет эту дату, получил ожог левой руки. Малыш опрокинул на себя чайник с кипятком. Термическая травма требовала немедленной пересадки кожи, операцию провели, теперь Валентина считает дни до скорейшего восстановления, а потом уже и выписки. Говорит, впредь таких ошибок постарается не совершать. У меня уже 4 глаза будут за ребенком, это будет для меня уроком, я уже буду как осторожнее. Кушает хорошо, играется, бывает перепад настроения после перевязок он очень плохо их переносит, потому что плачет, уже немножко испугался этого всего, а так он уже нормально себя чувствует. В отделении лечится еще один малыш, который перенес пересадку кожи. Всего в детской областной больнице с термическими травмами в палатах лежат шестеро детей. Не менее сложно лечить ребят с переломами костей, их на операционном столе врачи буквально собирают по частям. Несчастных случаев в регионе меньше не становится, отмечают медработники. Особенно неутешительна статистика во время летних каникул, этот период врачи называют горячей порой. В последние годы травматизм очень сильно, по количеству очень выросло. Если за 2021 год, за 6 месяцев поступило обращение в травмпункт 4438, на сегодняшний день за 6 месяцев, за 2022 год, 4608 человек. То есть это на 240 человек больше обратился. Соответственно, госпитализации тоже очень много. Статистика маленьких пациентов, дождавшихся выписки, тоже есть. С начала года их 140. Однако свободными больничные койки надолго не остаются. Сейчас в травматологическом отделении лечится 35 детей. В целом у нас отделение травматологии на 40 койек, оно практически всегда полное. Ежедневно поступает от 20 до 60 обращений с травмами ежедневно. Госпитализация варьируется от 2 до 7 в сутки ежедневно. В реанимации у нас периодически в неделю лежит как минимум 1-2 ребенка в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Но я думаю, это достаточные цифры, чтобы придать значению травматизму. В крайне тяжелом состоянии сейчас двое. 16-летняя девочка и 5-летний мальчик. Последний серьезную травму получил в результате ДТП. Всего с начала года из-за аварии пострадали 12 детей. Женаль Бесимбаева, Казбек Арыкбаев, МТРК. Жителя Петропавловска приговорили к одному году лишения свободы за ложное сообщение о возможном взрыве. 14 февраля нетрезвый мужчина сообщил стражам порядка, что находится в подъезде дома по улице Заводской со взрывным устройством. На место происшествия выехали сотрудники батальона патрульной полиции, взрывотехники и представители других экстренных служб. Звонившего задержали при личном осмотре. Никаких взрывоопасных предметов полицейские не обнаружили. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 273 Уголовного кодекса Республики Казахстан за ведомо ложное сообщение об акте терроризма. Точку в этом деле поставил Петропавловский городской суд. Полицейские разыскивают неплательщиков алиментов. Во время акций с 27 по 29 июня они проверяли адреса родственников и круг знакомств разыскиваемых. Так выяснилось, что 47-летняя жительница Петропавловска с 2020 года не перечисляла деньги детскому учреждению, в котором содержится ее ребенок. Сама она уехала устраивать жизнь в столицу. Задолжала почти 2,5 миллиона тенге. Сейчас полицейские готовятся передать материалы частным судебным исполнителям для взыскания задолженности. Начало акции в списках у миграционных полицейских значилось 98 таких людей. Из них половина – родители, пренебрегающие обязанностью по содержанию детей. По итогам двух дней мероприятия установлено 16 разыскиваемых лиц. Из них 5 должников, 10 неплательщиков алиментов и одно лицо, утратившее родственную связь. В зоне особого внимания нелегальные таксисты. Пользование их услугами может быть небезопасно, говорят стражи порядка. Поэтому полицейские проводят рейды по соблюдению законодательства перевозчиками пассажиров. Во время рейда по городу стражи порядка остановили автомашину марки «Тойота». За рулем находился 54-летний мужчина. Нелегальные таксисты не проходят необходимых проверок, не заключают договор страхования, а значит, не несут никакой ответственности за своих пассажиров, говорят полицейские. В ходе проверки документов было установлено, что у водителя отсутствует регистрация налоговых органов в качестве индивидуального предпринимателя. В связи с чем в отношении данного водителя составлен административный протокол по ст. 463 Кодекса Республики Казахстана административных правонарушений и направлен в суд для принятия соответствующего решения. Подобные рейды проводятся регулярно. Проверяют и легальных работников такси. У них должны быть страховые полисы на пассажиров, талон о прохождении техосмотра и другие необходимые документы. Также полицейские напоминают, использовать в качестве такси автомобили, которые зарегистрированы в иностранных государствах, запрещено. Стражи порядка просят всех автолюбителей строго соблюдать требования законодательства. Женель Бесимбаева при содействии пресс-службы областного департамента полиции. 15 грантов в этом году выделили на специальности в сфере культуры. В списке востребованных – вокалист-инструменталист, актерское мастерство, режиссура и продюсерство. У нас в Панах до 2027 года подготовить порядка 20 специалистов для нашей сферы с высшим образованием. Именно по узким специальностям. Это специальности для нашей филармонии и артисты-вокалисты, инструменталисты, академическое пение, хореографы. Такие специальности на сегодняшний день, скажем так, в тренде. Эти специальности – это как арт-дизайн, арт-маркетинг. Вот такие специальности, арт-менеджмент, они нам нужны. Для абитуриентов, которые желают связать свое будущее со сферой культуры и искусства, есть определенные критерии. Они на сегодняшний день должны иметь при себе сертификат ЕНТ с пороговым балом, прохождением. Проходной бал они должны набрать, это обязательное требование. И они должны непосредственно пройти творческий экзамен в том вузе, куда бы они хотели, изъявили желание поступить. При этом студенты, окончившие в рамках грантов Акима области, они обязаны будут вернуться в нашу область и отработать в нашей сфере не менее трех лет. По словам руководителя управления культурой, развития языков и архивного отдела, создадут конкурсную комиссию. В каких конкретно вузах будет проходить обучение, еще неизвестно, но качество образования учтут. Диана Салихова, Замат Баймукан, МТРК. Озеро, которое может избавить от болезней и недугов. Вода в Минкесере схожа по составу с Мертвым морем, известного своими целебными свойствами. Еще один большой плюс этого озера, оно не глубокое, что отлично подходит для отдыха с детьми. И вода здесь равномерно быстро прогревается. Даже в такую ветреную погоду вода очень теплая. Озеро Минкесер включили в список сакральных мест Казахстана. Когда стало известно о лечебных возможностях водоема, сюда хлынули туристы со всей страны. Рекорд прошлого года – 2000 отдыхающих за день. Приезжали и ученые изучали состав воды Минкесера. Выяснилось, что она улучшает состояние кожи, а грязи на дне озера обладают целебными свойствами. В этом Сауле Бесембина убеждается четвертый год. Говорит, после купания в озере кожа выглядит моложе и чувствуешь себя лучше. Приехали отдыхать с детьми, с внуками. Мы уже несколько лет приезжаем сюда. Очень нравится. Все сделано, конечно, хорошо. Здесь можно и посидеть под зонтиком, как говорится. Полежать на песке, помыться после купания. Здесь еще бани есть. А для детей – детская площадка. Все это установило за свой счет командитное товарищество Мамбетов ИК. Хозяйство взяло пляж в аренду и занимается его благоустройством. Третий год мы облагораживаем пляж. Установили душевые кабины, установили туалеты, женские, мужские отдельно. Установили мусор отдельно для пластика сбора, для бытового мусора. Футбольная площадка у нас имеется, волейбольная площадка. Также установили дополнительно в этом году посадили юрты, для того, чтобы, кто желает, они могли с ночевой остаться. Стандартная юрта обойдется в 10 тысяч тенге за сутки. Для большой компании – большой шанрак. Он стоит 20 тысяч тенге. Также в аренду предоставляют мангальные зоны. А въезд на озеро стоит полторы тысячи тенге с автомобиля. Эти деньги, по словам арендаторов, идут на уборку берега и дальнейшее благоустройство пляжа. Агирим Хамзин, Александр Янсен, МТРК. В областном департаменте по чрезвычайным ситуациям работает свыше 900 человек. 93 из них относятся к категории, наиболее подверженных коррупционным рискам. Это инспекторы пожарного контроля и гражданской обороны, а также отдел дознания. Приезжая на объект, который нужно проверить на пожарную безопасность, возникает большой соблазн закрыть глаза на некоторые недочеты. Не забесплатно, конечно. Поэтому такие инспекторы под пристальным вниманием, говорят в ДЧС. При рассмотрении вопросов, при проведении бесед с ДЧС организовываются у нас круглые столы, приглашаются представители антикоррупционной службы, также у нас приглашаются представители партии Аманат. В прошлом году в департаменте по чрезвычайным ситуациям не выявили ни одного коррупционного преступления. Но два таких факта было в 2019, еще один в 2020. В департаменте говорят, что с коррупционными рисками борются постоянно, применяют новые методы и подходы. В инспекции по личному составу совместно с психологами проводятся совместные мероприятия по выявлению лиц, склонных к коррупционным правонарушениям, а также дисциплины и законности, путем их анкетирования. На ряду с этим хотелось бы добавить, что психологами также проводится анонимное анкетирование не только на выявление коррупционных правонарушений, а также превышение должностных полномочий со стороны руководителя. А при приеме на работу каждый сотрудник проходит проверку на полиграфе. Проводят ее и для тех, кто в группе риска. Спасатели обратились к североказахстанцам. Если вы попали в ситуацию, когда сотрудник ДЧС совершает коррупционное преступление или другое нарушение, вы можете сообщить об этом на телефоны доверия Министерства ПЧС или областного департамента. Номера указаны на экране. Североказахстанские пловцы вошли в тройку лучших на чемпионате РК по плаванию, пропустив вперед команды из Нур-Султана и Алматы. Соревнования проходили с 21 по 25 июня в Таразе. От североказахстанской области отправились 18 спортсменов в возрасте 14-15 лет. Наша команда выступила под конец сезона достойно. Мы заняли третье общекомандное место. На соревнованиях выполнили норматив кандидата в мастера спорта у нас Рогожникова Милана, Беспалова Мария и самый младший участник нашей сборной команды Лукьянчикова Яна выполнила норматив мастера спорта. Ребята уезжали у нас на сбор в Киргизию, подготавливались на месте. Мы тренировались в бассейне и с КГУ. 19 команд со всех областей спортсмена Киргизии, 310 пловцов боролись за звание лучших. Наша сборная привезла 10 медалей различного достоинства. Три золотых, пять серебряных и две бронзовые. Два золота и серебро в индивидуальных видах взял Егор Василенко. Плаванием занимается с 4 лет. В свои 15 уже вошел в сборную Казахстана. Конечно же помогает тренер, который всегда тебя поддерживает. Помогает подготовка к соревнованиям. Это, я считаю, самое важное. Ну и психологический факт того, что нужно уметь настраиваться и думать, что ты будешь делать дальше на дистанции. Достижения до этого были весной. Я занял второе место на чемпионате Казахстана среди всех возрастов. Ангелина Марченко на плавание пошла 8 лет. 6 лет упорных тренировок дали свои результаты. С этого чемпионата она привезла две серебряных медали с личного плавания. Занять призовые места и добиться успехов в плавании мне помогло. Успехи на тренировках, физические нагрузки, настрой перед стартом. Хочу дальше заниматься этим спортом. Мне очень нравится. Очень полезно для здоровья. И физическая форма в норме всегда. Ранее команда стабильно находилась в пятерке лучших. Сейчас сверхказахстанские пловцы поднялись на третье место. Далее у них пройдут сборы в Зеренде для подготовки на республиканский кубок по плаванию, который пройдет в октябре. Субтитры создавал DimaTorzok